Друзья, всем привет! Давайте начинать новое видео. У нас сегодня немного тематическое видео, потому что через пару дней моего мужа, день рождения, у меня здесь лежат подарочки, которые я ему купила. Поэтому я предлагаю нам сейчас вместе подарки его распаковать и сразу же вместе эти подарки запаковать. Покажу, что я купила, расскажу, что, сколько стоит. Подарки очень разные. Есть какие-то физические подарки, есть подарок experience, то есть сертификат на одно интересное занятие. Всё расскажу, всё покажу. Давайте начинать. Первое, что я хочу показать, это ремень. Мне не очень нравится вот эта вот верхняя упаковка, поэтому мы её снимем. Это ремень от фирмы Барбур. Ремень на каждый день для каких-то казуальных луков. Он плетёный. Выбрала этот ремень, я из-за его расцветки, мне кажется, что он будет подходить ко многим вещам. Стоил он 32 фунта. Давайте запаковывать. Бумага чуть-чуть пострадала, потому что её домой нёс мой ребёнок, и он её в процессе чуть-чуть подорвал. Бумага с динозаврами. Это наш семейный прикол, поэтому надеюсь, что муж оценит. Отмеряем и отрезаем. Кстати, очень прикольная бумага. Я такую никогда не видела. У неё на обратной стороне квадратики, чтобы было удобно резать. Я очень люблю запаковывать подарки, получаю удовольствие от самого процесса, поэтому стараюсь не упускать возможности и на каждый праздник всем запаковывать подарки. Вот такой вот получился первый подарочек. Откладываем его. Следующий подарок — это персонализированная шоколадка. Это такая обычная шоколадка у фирмы Cadbury, но она в таком специальном рукаве. И на этом рукаве персонализированную надпись можно было оставить. И ещё вот здесь вот сзади тоже персонализированная надпись. Запаковываем. Я вообще жуткий перфекционист. Мне хочется, чтобы всегда всё было очень ровненько, чтобы всё было одинаково со всех сторон. Когда дело касается домашней упаковки подарков, это не всегда получается. Люди скорее оценят сам факт того, что им запаковали подарок, а не то, насколько ровно вообще этот подарок запакован. Но мне всегда хочется, чтобы было всё максимально ровно запаковано. Не сказала раньше, шоколадка стоила 8 фунтов. Мне кажется, это где-то на 3 фунта дороже, чем обычная такая шоколадка. Следующий подарок я ещё сама не видела, не распаковывала коробку. Сделаем это сейчас вместе. Здесь у нас сумка. Сумку этого бренда я очень хочу себе, но у меня пока нет. Думаю, что будет. Посмотрим. Отсюда виден уже бренд. Это фирма Жак Мюз. Достала аккуратно, чтобы потом обратно запаковать. О, она довольно-таки большого размера. Я почему-то думала, что она будет меньше. Это такая сумка. Кросс боди. Она тканевая, с вставками из кожи. Тёмно-синего цвета. Выглядит очень приятно. Мне нравится. Надеюсь, что мужу тоже понравится. Время сделать вид, что я этот подарок не открывала и всё обратно упаковать. Как будто и не трогала. Сейчас поняла, что знаю очень мало мужчин нашего поколения, кто носит сумки. Такое ощущение, что это как будто бы не принято. Интересно, понравится ли моему мужу. Первоначально эта сумка где-то стоила 400 фунтов. На сайте Аутнета она сейчас стоит 203 фунта. Но мне она обошлась в 180 фунтов, включая стоимость доставки. Потому что я ещё применила промокод на первую покупку. Так что сумка мне обошлась в 180 фунтов. И я очень довольна. На самом деле запаковывать больше нечего. У меня есть ещё один подарок, который не приехал. И я не знаю, когда он приедет. Кажется, что он не успеет приехать к дню рождения. Что обидно, потому что я его заказывала за две недели. Но давайте я хотя бы расскажу, что это. Потому что идея очень прикольная. Это браслет. Но браслет необычный. Выглядит он вот так вот. Вместе с этим браслетом в упаковке должна быть инструкция, как расшифровывать азбуку Морзо. Потому что это браслет из серии азбуки Морзо. И на нём зашифровано какое-то слово. Я выбрала браслет, на котором зашифровано на английском слово Daddy. В моей голове это был подарок от нашего ребёнка моему мужу. То есть так там написано слово папа. Но больше всего мне понравилось то, что, получив подарок, муж должен будет расшифровать, что конкретно написано на этом украшении. И, признаться, я, зная какое слово там должно быть зашифровано, не сразу смогла вообще расшифровать, когда пыталась это сделать при оформлении заказа. И браслет такой стоит 29 фунтов. Если этот браслет приедет до того, как это видео выйдет, то я и вам его покажу. Сейчас вечер того же самого дня. У нас сейчас 23.22. Уже пора спать. Но я вам решила всё же показать. Смотрите, что у меня. У меня посылка приехала. Недостающий подарок моему мужу. Я решила, что я его сейчас распакую и запакую, и буду полностью готова к дню рождения. Давайте это сделаем вместе. Посылка приехала очень неожиданно. Никакого ни трек-номера мне не пришло, никакого имейла о том, что мой заказ отправлен. Просто я выхожу из квартиры и вижу, что у меня лежит эта посылка. Смотрите, как красиво. Здесь, значит, показано, как расшифровывать код Морзо. Так прикольно. Что я могу сказать? Конечно, этот браслет совершенно не выглядит на 30 фунтов. Это 3,5 тысячи рублей. Это просто обычная прозрачная резинка с Алиэкспресс, на которую надеты бусинки. Очевидно, что деньги здесь берут за идею, а не за качество. Не знаю, насколько он будет долговечен. Упакована, конечно, очень красиво. Прямо упаковка дорогая. Упаковка, мне кажется, стоит намного больше, чем сам браслет. Живем в реальности маркетинга. Всем правит маркетинг. Мне вот эту идею продали. Продали ее не то, что в 3 дорого, а в 10 дорого. Но идея мне понравилась, и я плачу за эту идею. Поэтому обратно упаковываем браслетик и подарим через несколько дней ему. Но опять же, на дворе 2024 год уже никого не удивишь. Качеством производства сейчас война маркетинговая. Респект людям, кто может так продать вещи. И опять запаковываю я, наверное, это тоже в этой коробке, потому что мне кажется, что так будет удобнее именно запаковывать подарок. Кстати, не сказала, как называется фирма. Фирма называется Under the Rose. Под розой. Вау! Сейчас быстро принесу бумагу и запакуем этот подарочек. Готово! Ура! Я запаковала последний подарок. К дню рождения мужа я полностью готова. Кстати, знаете, о чем сейчас подумала? Слышали вы когда-нибудь о таком тесте, как тест на проявление типа любви? Не помню конкретно, как звучат формулировки, но в общем смысл этого теста такой, что есть несколько, если я не ошибаюсь, то 5 разных проявлений любви. Точно есть качественное времяпровождение вместе, то есть quality time. Потом точно есть физическая близость, то есть всякие объятия, прикосновения. Третье и четвертое, не помню, но у меня точно пятый тип. Мой пятый тип – это проявление любви через подарки. То есть я люблю дарить подарки, я люблю получать подарки, и для меня подарки считаются проявлением любви. Я этот тест очень давно проходила, но и без этого теста я четко знала, что мое проявление любви – это подарки. И именно поэтому я настолько тщательно подхожу к выбору подарков. Перед тем, как расскажу про самый интересный, на мой взгляд, подарок, и мне кажется, тот самый подарок, который понравится больше всего моему мужу, давайте покажу, какую прикольную открытку я купила. На этой открытке сидят собачки, которые смотрят на картину, на картине кость, не кость, наверное, палка, да, палка от дерева, и написано «The Art of Happiness», то есть искусство счастья. Мне очень понравилась эта открытка, по-моему, очень-очень мило, особенно мне понравилась эта открытка с учетом того, что мы скоро будем с мужем заводить собаку. Точную сумму, сколько стоила открытка, я не помню, но мне кажется, что около 4 фунтов. И теперь давайте расскажу про самый прикольный подарок. На самом деле его придумала не я, мне про него рассказала подружка, у которой тоже у мужа скоро день рождения, и она мне рассказала это как идею того, что она будет дарить своему мужу. Когда я услышала эту идею, я поняла, что это то самое, что надо моему мужу. У меня вот эти все подарки уже были заказаны. Но я не смогла удержаться и заказала мужу вот этот вот experience. Я ему купила сертификат, по которому сможет пройти обучение, как пилотировать маленький самолетик. Мой муж очень любит всякие такие экстремальные развлечения, поэтому думаю, что ему это очень понравится. Стоило это как раз таки не так дорого для того, чем это является. Стоил вот такой вот урок полета 170 фунтов. С учетом того, что здесь маникюр стоит 70 фунтов, урок пилотирования за 170 фунтов кажется не очень дорогим. Решила еще показать, как я упаковала подарок урок полета. Просто отрезала кусок упаковочной бумаги, чтобы она была в тонна всех подарков. На обратной стороне бумаги написала, что очередной подарок ждет мужа в Телеграме. Когда он прочитает сообщение на этой бумажке, я ему в Телеграме отправлю ваучер на полет. Больше подарков нет. Это все подарки, которые я приготовила своему мужу. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Может быть, вам что-то понравилось, и это будет идея подарков для ваших близких на какой-нибудь будущий праздник. Очень люблю дарить подарки. Очень люблю запаковывать подарки. Так что давайте прощаться. Пока-пока!